Девушки отдыхают Так, на чём я остановился? А, ну да На монгольском такси же Копьеносцы И что, то есть надо в одних трусах победить толпу людей Слушайте, мне кажется, что разработчики немножко у Dark Souls учились Потому что что-то задания какие-то одно круче другого Хорошо, хоть вареники не забрали лечебные И с ними ещё и Айфир Си Маг, да? Вообще классно Блять Здесь надо не забывать вручную переключать цель, походу Потому что сама она хрен когда переключится Блять, ну чё за хуйта, а? А чё их-то не задело? Они там в эпицентре взрыва, блять, стояли Или у него магия, сука, грамотная, блять Задевает только врагов, да? Жалкое зрелище Геральт, ты, блять, запиздишься сейчас Будете жалким зрелищем, будешь ты сам, блять Остальные на твоём фоне будут смотреться очень выгодно Отлично, блять Торнадо, и чё делать? Надо Полночь встретиться с господином зеркала А, можно и убежать, то есть Это очень хорошо, потому что Я чё-то не врубаюсь, как этого Сука Вот вроде маг, маг, а смотрите как клюшкой можно втащить Это мини-босс По здоровью видно, если кто-то не понял, блять Маг песка, я смотрю, ему в доте, блять, самое место Задание победить афирмских солдат Я не вижу задания победить мага, блять Слушай, вот ублюдок, ёб твою мать Очень классно, что ветер летает прямо сквозь калмы, сквозь землю Он уже так охерел, что телепортируется прямо под удары, блять Видимо, уверовал в свою победу Хорошо, хоть заклинания можно сбить Блять, а муха, ёб твою мать Главное, смерч затянул и дамажит Блять, сколько он магии знает, а Больше, блять, дамблдора, ёб твою мать Наконец-то сдох, сука, хатабыч, блять Чё там из него, янтарь, малый рунный, малый рунный камень, конечно, из босса Сука, у него поза такая, конечно, он помер, как будто он помер вследствие, блять, мощного изнасилования Чувак, ты хоть, блять, ляг как-нибудь поприличнее Или, знаете, это этот, ковбой, которого сбили с лошади Так, письмо выпало Чё за письмо? Вернер, Фернер, Пернер, как бы тебя там ни звали Недопустимо моему, недоступно моему пониманию По какой причине благороднейший королевский чародей Амад Выбрал из всех людей на свете Именно тебя в качестве проводника Аргумент, что ты лучше знаешь местность, не выглядит для меня ни на волос убедительным Ведь Айрдин, Айдирн, имеет столько же общего среданий, как зерекание с Афином А именно ничего Но поскольку решения благороднейшего не обсуждаются Я прошу тебя передать ему послание следующего содержания Мы стоим лагерем неподалеку от деревни Броновиц В исполнении указаний, полученных при дворе его величества Мы делимся нашими знаниями и товарами с местными простолюдинами К прискорбию мои прогнозы насчет их интеллектуального уровня подтвердились стократно Поэтому я вновь нижайше прошу завершения Разрешения продвинуться дальше Городским поселениям, где наши знания и опыт оценят по достоинству С поклоном дела С поклоном дела Камани Ну имя Так, дождите, а моё шматёчье у меня и было Просто надо было в бою нажать паузу и одеть Интересно как Главное, что делал среди арабов вот этот шотландец Так, я где тут сундук видел? О, афирский кафтан Сельмийская бригантина Сейчас посмотрим Лёгкий доспех, средний доспех О, 185 брони Уже лучше, чем это Геральтово рванё Айх, ай, шайтан какой, а, в халате В полночь встретиться с господином зеркала на распутье Уивы Так, платва О, смотри-ка Переплыла, переплыла океан ради своего хозяина Не то, что это Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня Так, дождите, надо сохраниться А то вдруг чекпоинт не сработал Опять придётся Биться С этими уродами Мне кажется, в таком наряде Геральт должен не на платвескакать А летать на ковре самолёте Да, мы Главное, уплыли на какой-то, сука, другой уже континент И один хуй здесь Кто? А здесь утопцы 34-го левела на минуточку Пошли в жопу Так, встретиться у Ивы Какой Ивы? Я в деревьях вообще не очень разбираюсь В целых лесах, но вырастал А, мы всё-таки Я думал, что мы уплыли куда-то На континент песков Типа в Африка, там, не знаю Какая-нибудь Восточные страны А в итоге В итоге По этим дубам да берёзам Судя по всему Мы ни хрена не уплыли Наверное Где карта-то? Наверное Блядь, да кто б сомневался-то, пиздец Судя по всему Пока гребцы гребли Корабль был Прикован, сука, цепью к берегу На месте веслами помахали Парусами потрепыхали И нормально И, сука, 100 метров не отплыли даже Ёпта, уметь Вот за это я и не люблю делать сишки Можно же было сделать Новый материк Что-нибудь новое Принципиально Кого хера Опять я должен скакать Вокруг этого сраного Оксенфурта, блин Я здесь делал квест Вот эту побочку я делал Они похищают твои вещи Я помню Это Шедеврально Вот хотелось сделать ДЛС-шку Но Пригон Овечами Умирен Только в глазах Стает холод Могильный Он даст тебе Успех и достаток Щедро А дарит и сребром Из вода Только не даром Так добр он к людям Время придет По счетам платить будем Сокровища в раз Тебе станут постылы На век Кандалы Тебя заключил он Охрененно Я думал Про слендера поют Так, подождите Надо Медитация К доске объявлений Я не пойду Потому что Да в жопу Ну надо Вот Хотелось видимо Сделать им ДЛС-шку Но так лень было Но так лень было Это по поводу Квеста с волками Вообще Мне нахер не надо Вот если бы я Со своих сохранений Продолжил Как все Тогда да Уже бы этих квестов Не было Я был бы там 50 какого-то левела В абсолютно Классных шмотках Надо было Чьи-нибудь Сиваки скачать А так Нахрен Мне это все Надо по второму Раз сделать А вот Поющих детей Я не помню Это видимо Мелодия Саундтрек Дополнение Ты ясновидящий? Да Я многопьющий Мне надо Отблагодарить Еще твой знак Прекрасно мне Об этом напоминает Для того Он и служит Знаешь Это весьма занятно Даже самые ответы Негодяи Испытывают Странную потребность Отдать долг чести Степан умеет Отдавать долги чести Краснолюды Все расы Ты должен мне Это когда-нибудь Объяснить Ну раз уж Ты здесь Расскажи Как у тебя вышло С афирцами Ты возникаешь Неоткуда Так же таинственно Исчезаешь Вызываешь Шторм Кто ты такой? Колдун? Нет Куда там? Чарами я Обрезгую Куда больше Этих дешевых Фокусов Меня интересуют Настоящие Людские Истории Одну Такую Я хочу тебе Рассказать Эта история Начинается О подлеце С каменным сердцем О человеке Который Не хочет Отдавать Своих Долгов О мавроди С чего Ты взял? Что Мне это Интересно С того Что он Навредил И тебе Его имя Ольгерт Фон Эверик А Один из этих Что он Тебе Сделал Прежде Чем Я Это Расскажу Хочу Чтобы Ты Уяснил Одну Вещь Ведь Ольгерт Фон Эверик Совершенно Осознанно Послал Тебя Убить Человека Которого Может Быть Еще Удалось Бы Расколдовать И Ты Был Б Казнен За Это Если Б Не Я А Знаешь Почему Он Это Сделал Ну Потому Что Он Злобный Бесчестный Выродок Который Питается Страданиями И болью Других Не Вижу Логики Это Было Объявление На доске Объявлений Он Кого Году Мог Сюда Послать Договор Задействовал Свои Способности И Связи Чтобы Дать Ему То Чего Он Пожелал А Теперь Он Уклоняется От Уплаты Задолженности Ты Хочешь Чтоб Я Выбил Твой Долг Муток Я Ненаемный Головорез Это Походу Эмиссар Евросоюза Пришел Проценты Собирать Кто-то Кто не Боится Испытаний Кто-то Такой Как Ты Ты Что Лесть Ну Конечно В конце Концов Я Бродячий Торговец Так что Могу Предложить Тебе Много Интересных Вещей Начни С хорошего Меча И нормальных Шмоток Благодать Для Тела И Души У тебя Всегда Будут Еда И Питье В Изобилии Ты Ведьмак Так что Я буду дать тебе Лучшее оружие Какое только Пожелаешь Давай Давай Начинай Твое тело Будет Ловким Как Никогда Мысли Быстрее Молнии Твоя Страсть Очарует Любую Женщину Мне кажется Он предлагает Не наркоту Я предлагаю Тебе Настоящее Приключение Ты Испытаешь То Что Дано Пережить Лишь Избранным Щедрый Ты И Все это Лишь за Помощь В одном Маленьком Дельце А больше Ты ничего От меня Не хочешь Ничего Только Честности Что же Ты сделал Для Ольги Тоже Вытащил Из какой То Клетки В определенном Смысле Помню Я Тот День Ой Бля Ты Хренов Этот Натуралист Ольгер Заявился Сразу Захода Солнца Худой Как Старая Кляча В Залатаной Рубахе И Все Что У него Было Одна Сабля На Поясе Жалко Было Смотреть Он Попросил У меня Помощи Я Ему Помог Благодаря Мне Он Стал Богат И Успешен Стал Тем Кто Он Сейчас Теперь же Он Прогоняет Меня Когда Я Прошу Его Вернуть Долг А Как-то раз Даже Приказал Спустить На меня Собак А что Ты хочешь Чтобы Он Тебе Вернул Мой Следующий Вопрос И Тут Появляешься Ты О Хороший Вопрос Сколько тебе Должен Ольгерд Люди Чести О таких Вещах Не Говорят Ну Ну Скользкий Тип Сколько Миллион Два Миллиона Крон Я Я Ростовщик И Не Даю Денег Под Проценты Ольгерд Должен Мне Нечто Гораздо Более Ценное Душу Наверное Он Тебе Задолжал Да Люцифер Большего Я Сказать Не Могу Я Уважаю Частные Интересы Клиента Да И Просишь Его Убить Из Уважения Что Все Твои Таланты И Связи Почему Ты Сам С Этим Не Разберешься Тут Есть Нюанс По Контракту Прежде Чем Я Приду Задолгом Должны Быть Исполнены Три Последних Желания Фон Эверика А Так Ты Джиндж Что Я Не Могу Быть Их Исполнителем А Лишь Как Это Назвать Консультантом То есть Тебе Нужен Мальчик На Побегушках Мне Нужен Союзник Я Чувствую Что Лучшего Чем Ты Мне Не Найти Так Чего Ты От Меня Ждешь Сначала Мы Вместе Навестим Фон Эверика А Там Увидим Будем Импровизировать И Все Я Верю Что Все Кончится Хорошо А После Мы Все Встретимся И Поблагодарим Друг Друг За То Что Пережили Вместе Да Перейдем К делу Расскажи Мне О Трех Желаниях Вольгерда Он Может Попросить Исполнить Три Вещи А Подробности Мы Узнаем Только На Месте Сейчас Пойди Туда Не Зная Куда Притащи То Не Зная Что Объем Ле Не Объятное Впихни Не Впихуй Май Че Он Блять Человек Как Попросит Жабу Он Просил Убить Это Считается Может Два Осталось То 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 От ДЛС Можно В этот Момент Что Ли Отказаться Или Или Он Не Даст Отказаться Просто Хорошо Идем Кольгерду Но Я Ничего Не Обещаю Это Все Чего Я Прошу Теперь Убери Этот Знак Разумеется Как Только Ты Справишься С Заданием Мне Кажется Он Просто Боится Что Он Придет Кольгерду И Получит Там Пизюлей Поэтому Его Надо Проводить Получить Какой Нибудь Долг Может Быть Я Смотрю Ведьмак Так Любит Завуалированные Сказки Про Всякие Там Ханс Или Грета Вот Еще Что Там Это Мне Кажется Этот Как Его Фауст Гет Короче Окажется Типа Дьявол Который Который Которому Ольгер Должен душу Мне Бля Вангую Просто А Вангую Я Мощно И знатно Все знают Что Я Вангователь Этот Мощнейший Но Если Уж Пахом Пошел В это Шоу Экстрасенсов Мне Это Уже Давно До Пора Так Ольгерт Ольгерт Смотрите Это Получается Мужской Вариант Имени Ольга Хотя Я думал Что А Или Наверное А Ну да Олег Наверное Олег Ольгерт Ольг Скандинавский Заметили Да Что Все Имена Бывают Женские Мужские Там Даже Андрей Андреа О А что Это Горит И даже Такие Это Типа Станислав Станислава Жесть Вина Вина Какого Вина Вы Уже Добухались Что Сука Поместье Сожгли А Да Это Не Поместье Это Сарай У них Какой Это Я думал У них Большой Дом Походу Уже Этот Джин Пришел Должок Забрал Ты Еще Мою Палку Проглотишь Ох Нихера Ты Мочишь У тебя Сэндап Тут Перед Горящим Домом О Сарите Кошара Кошара Бублик Мой Пошел Жирный Ну И Нас Немного Занесло Оно И Видно А Где Ольгер А Там Догорает Нет Наверное Нет Умоляю Нет Вот Они Распиздяя Отпустите Меня В Гималай Заткни Насовсем Суровые законы Запорожья В чем его вина А тебе то что Не твое дело А ты не боси Тут нахрен На меня Не надо Трястись Сережками Поговорим Спокойно Или не Да нахрен Баковать Надо Надо базаром давить А если нет Будете догладывать палку За своим товарищем Так как ты хочешь Вам не скажете С чего решили Отрубить ему голову Да чего же ты Упрямый хер Атаман Велел его казнить Ну что Мы тебе сказали Вы узнали певицу Славу по голосу Не мешай Вы сказали Что Ольгер Приказал его казнить Но не сказали За что А тебе не все равно Настроение было Все равно Просто любопытствую Он нарушил дворянский кодекс За это только одно наказание Смерть Какой Какой кодекс Что тут делается Вы с ним не закончили У меня уши вянули Кто-то правильно заметил Что Ольгерд похож на Дэвида Бэкхэма О блять Я не успел его спасти Ты здесь Значит в каналах Все прошло благополучно Ты же был Ты убил моего отца Ох Ёбаная жизнь Не я Лжешь Ублюдок А что это он Я не понял Этот человек Убил его сам Без моего ведома Его разозлило Что твой отец Отказал нам В ночлеге За это Своеволие И нарушение Дворянского кодекса Он и был казнен Он бессмертен стал Благодаря Джину что ли Что еще Для тебя сделать Убрать ее Был казнен Это был ее отец А это не был ее отец А вот тот чувак Убил ее отца И за это был казнен Я просто Немножко Прихуел Блять А если я тебе Серебряным башку Срублю Ты тоже выживешь Даже Дункан Маклау Такого бы не пережил А уж ты Разве же это представление Человеку иногда Надо вкусить Немного безумия Чтобы освежить Вкус жизни Судя по тому Что у тебя на лице Ты знаешь О чем я говорю Ты бессмертный? Смотря что Ты под этим понимаешь Да Убить меня нельзя Но возможно Да Но это вовсе Не так приятно Как может показаться Жить вечно Не означает Жить полной жизнью Так это проклятие? Проклятие? Ты бессмертен Но у тебя не стоит Скажу тебе так Будь осторожен В своих желаниях Ведь они могут Исполниться А ты потом Будешь бодаться С последствиями Что-то я не улавливаю Если ты знаешь Что тебе почти Невозможно Причинить вред Начинаешь рисковать Все больше и больше Покуда не обнаружишь Что уже ничто Не может развеять Твою скуку Вся соль В том Чтобы миновать Эту точку И увидеть За ней Новые возможности Чувак Лови передозы В чем проблема Ты ж бессмертен Я убил Бестию в каналах Но мои поздравления Тебе полагается Награда И ты можешь Взять себе Что-нибудь Из дома Если там Еще что-то Не догорело Это награда Такая Да? А ты бля умный Каждый был бой Когда я убил чудовище Оно превратилось В человека Ты знал, что так будет? Ну конечно знал Иначе бы он тебя В это не впутывал Гюнтер один Снова пришел Поливать меня грязью Нет Я пришел Получить долг Но сначала Ты должен Найти помощника Чтобы исполнить Три твоих желания Вот он Геральт Из Ривии Не люблю шестерок Но уважаю их труд Он сказал правду Знал, что жаба Это проклятый принц Не только знал Но и сам Приложил к этому руку Он не упоминал об этом? Это весьма Поучительная история Я расскажу Подожди Подожди Я сяду поудобнее Когда влюблен В прекрасную девушку По имени Ирис Но ее родители Выбрали себе Взятья Афирского принца И Ольгерт Возненавидел его Сначала он Хотел его убить Но счел Что это слишком просто А потом Обрек его На страдания Жалкую жизнь В обличье жабы А когда ему Наскучили Мучения принца Он решил Убить его Твоими руками А че сам то не убил Напомним не один Кто должен выполнить Три моих желания Мой помощник Геральт Так убирайся прочь Не желаю видеть Твою рожу Дольше чем необходимо Что там между ними Походу Вечта больше чем Какие то долги Такое ощущение что они Друг друга знают Лет Идем Лет 300 На конюшню Мои люди уже Собираются в путь Насеновал еще бы Позвал Блять Со своими тремя Желаниями Я б заволновался Наверное проще Будет если я спрошу Прямо Что я должен Для тебя сделать Дай подумать Раз у нас нет Больше крыши Над головой Пожалуй С этого и начнем Добудь мне дом Максимилиана Барсоди Его дом? Это кто? А что ты удивляешься? Надо же мне Где-то жить Блять А Майкл Корлеона Поместит И не хочешь? У тебя что Боги последний разум Отняли? На грязного коня Хочешь сесть? Пади прочь Знаешь что бы Сделал Витальд Если б такое увидел? Знаю Витальд? О чем базар? Какой грязный конь Мой брат Сам мог смердеть Как трехдневный ануч Но кони у него Всегда выглядели Как на параде Никто не умел Развлечься Как Витальд Жаль что теперь Он совсем не веселится Поэтому ты сделаешь так Чтобы он отвел душу За все это время Ясно Будет сделано А третье желание? Нихера не понимаю Выполни сначала эти А там видно будет Где мне тебя искать Когда я разберусь С домом и с братом Кто же знает Куда нас с компанией занесет Вот что Ищи меня в корчме В Аксилпурте В Алхимии Договорились До свидания До усрачки странный квест Однако Сделай так же С брошем сложности быть не должно Этот дом Как же я ему принесу дом Я бы наоборот Не стал беспокоиться о доме Вот с братом Будет потруднее То есть сауна девочки Не про брата Да? Он наверное гомосек Почему с братом Ольгердом Мне должно быть труднее Потому что он уже Несколько лет Как мертв Я почему-то так и подумал Некромантии не хватало Некромантия Это не единственный способ Вернуть Кого-нибудь В жизни Есть еще Ритуал призвания Это выбор Между чумой и холерой Кроме того Мне понадобилась бы Кровь призванного Кровь Разумеется Призванного Не обязательно Вот Держи Откуда это у тебя Геральт Геральт Ты страшно Любопытен Представь Что это кровь Эвериков И проводи Ритуал Звучит как кошелек А где мне найти Этого Звенит Не могу же я Делать все за тебя Используй голову Ну ты их Херт Род фон Эвериков Был известен В этих краях Наверняка Найдется кто-то Кто о них слышал Например Та рыжая красавица Барышня доктор Не забыл ее? Хорошо Следующий вопрос Есть идея Как мне достать Для Ольгерта Дом Барсоди Я знаю только Одних Барсоди В округе Они держат В Оксенфурте Аукционный дом Припоминаю Однажды Они чуть не продали С аукциона Мои мечи Но дело было В Новиграве Мои мечи Они переехали У тебя есть Прекрасная Возможность Выяснить почему Хорошо Я найду их И что дальше Не знаю Может быть На месте Тебе придет Что-нибудь В голову Да Стрелять Колотить Возьми с собой Побольше наличных Могут понадобиться Пора приниматься Где я должен Взять На лишнее Не вижу энтузиазма Ты же замечательно При этом развлечешься Жду не дождусь Если мне понадобится помощь Где тебя найти Я сам тебя найду Новые мутные Тут все Удачи Геральт Пошел Жопу Даже не знаю За что взяться Первым делом За барсоди Или за За труп чагу Или звук Настроить Поговорить С Шами Я там был Мед пиво пил Поговорить С Шами О гробнице Рода Эверик Ну я думаю Что про труп И гробницу Будет поинтереснее Чем про какой-то там Дом Поэтому надо Ити К Шани Да и Шани Тем более Старая знакомая Так Умение персонажа О чем Умение Это Повышение Сопротивляемости А это что? Хуйня какая-то А стопе Техника школы кота У меня же есть Теперь легкий Легкий халатик Я за это что-нибудь Да получу Какие-нибудь бонусы Наверное Так Шани Эксенфур Где-то В Новиграде Бля Тут столько Этих Теперь отметок Что А вот Нашел Наличность Он сказал Для какого Квеста Нужна будет Для Покупки дома Видимо А у меня Сколько с собой О 20 тысяч Крон У меня Кашлют Бациллы Бациллы Ну У ведьмаков Теперь я могу Приготовить Противоядие Это хорошо Зараза в армии Может быть Опаснее Любого врага Твои заслуги Не будут Забыты Я получу Медаль В форме Жабы У нас Такой Медали Нет Юмора Тоже О Нифига У нее Кусты Через стену Просочились Долгая История На лице У меня Недовольство Что ты тут Не одна Может Потом Поболтаете Может Потом Подождете Да Хорошо Я иду Готовить Антидот Это Недолго Он давал Мне задание По моему Про кровососа Не то что Эти ученые По твоему Все ученые Женщины Страшные Ну да Ну Чем А красотой Они не грешат Это только В голливудских Блокбастерах Обязательно Ученая баба Какая нибудь Фотомодель Такие Страхолюдины Что и палки Ткнуть Противо Про какую Палку Он имел Ввиду А ты Счастливчик Ведьмак Видел я Как она На тебя Смотрела Совсем Не так Как на Меня Верно Говорю Она Тебе Тоже Нравится Да Блядь Ему Все Нравится Она Бы Только Слепому Не Понравилась Известное Дело А у Ведьмачей Говорят Чувства Острее Наших И И И И И Вот Лекарства У них Эпийские Острее Ваши Поэтому Следите За Дозировкой Каждому Больному Принимать По две Капли С пищей Три Раза В день За Три Четыре Дня Зараза Должна Пройти Благодарю От Имени Редания По их Казармам Видимо Сифилис Гуляет Ректальный Так Значит Ты Теперь Служишь Реданцем Реданцем Засранцем Она Сидит В такой Ж Позе Как И Йеннифер Также Жестикулирует Что-то Халтурит Разработчики Нет Бы Села Копыта На Стул Закинула Беломор Сгурила Шанни В этот раз Мне нужна Твоя помощь Как и думала Что ты Навестил Меня Не только Из дружеских Чувств Что Тебя Привело Это Как-то Связано Со Знаком На Твоем Лице Да И Ты Должен Мне Рассказать Что Случилось В Каналах С Чего Начать Оказалось Что Чудовище В Каналах На На самом Деле Была Жабой А Жаба На самом Деле Была Принцем Причем Из Афира Ага А я Коверская Принцесса Это Чистая Правда Клянусь Когда Я убил Жабу Явились Афирские Солдаты Во главе С чародеем И Схватили Меня А Спас Меня Из Передряги Некий Юнтер Одим Это Кто Хрен В пальто Бля Я Откуда Знаю Че За Вопросы Тупые Сука Как Меня Бомбит От Разговоров С бабами Бля Дом 2 Какой Обсудить Бля Евровидение Вот Это Максим Потолок Может Он Чародея Может Демон Или Джин А Ты Не Знаешь Я Знаю Что Это Кто Очень Могущественный В Благодарность За Его Помощь Я Должен Исполнить Три Желания Одного Дворянина Сейчас Мне Нужно Призвать Дух Его Брата И Сделать Так Чтобы Он Развлекся Как Никогда В Жизни Развлечь Призрака Как Ты Хочешь Это Устроить Пока Речь Не Об Нужно Найти Самую Дешевую Беспринципную Шлюху В Этом Городе Ты Имеешь В Некромантию Слишком Опасно Тут Нужна Высшая Магия Один Подсказал Мне Как Обойтись Без Некромантии И Чародея Он Дал Мне Один Препарат Чтобы Призвать Духа А Еще Мне Нужна Кадильница Кадильницу Я Достану Они Есть На Складе В Университете Я Могу Тебе Ее Принести Спасибо Не За Что Но Мне Это Все Равно Не Нравится Это Бобенка Со С С Выражением На Лице Похоже Знаете На Кого Первый Драгонейш Рыженькая Лилиана Ёптать Во Во Натурин Залепи Дул Жаня Прошу Тебя Не Ворчи А Просто Помоги Мне Я Не Ворчу Я Беспокоюсь Ну Ладно Кто Это Брат Ольгерда Фон Эверика Фон Эверик На Третьем Курсе Нам Предложили На Выбор Факультатива Золотые Мысли Иерархов Или Знаменитые Династии Редани Я Выбрала Второе Вот Он По-моему Даже Голос У нее От Лилианы Видимо Одна Актриса Озвучивала Фон Эверик Мне Кажется Что Похоже Сказано Что Брата Ольгерда Звали Виттель Он Покоится В фамильном Склепе Рядом С Поместьем Спасибо Я Зно Что Ты Мне Поможешь Я Пойду Пишет Что Этот Склеп Архитектурный Шедевр Хочу Взглянуть На него Кадильницу Я Принесу Встретимся У входа Вот Где Такую Бабу Найти Которой Говоришь Пойдем Могилы Раскапывать Она Говорит Конечно Пойдем Я С Кадильницей Приду Может Бухнуть Притащу А Может И с Подружкой Что За Хоть Ладно Не будем Обращать Внимание Хочу Только Заметить Что Там Даже Брызги Воды Брызнули Когда Он Упал Почему Наверное Разлили Чет На Ступенях Так Ладно Где Где Склеп Фамильный Ох Нихера Где Закопали Ну И как Туда Ехать Какой Автобус Туда Ходит Гугл Гугл Поиск Ладно Короче Туда За кадром Доеду О Не Стоперик Это Кто Такой Это Что За Леголас Охренеть Можно Может Геральту Пора Прическу Поменять Мне Что Он Такой Не Очень Нравится А Это Насрать Большой Я Просто Что Думаю Я Думаю Что Там В склепе Сейчас Опять Будет Привидение А С Привидениями Надо Биться В В Круге Блин В Кругу Жмите